Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Я очень доволен. У нас широкая повестка дня и в вопросах экономического сотрудничества, и в вопросах координации действий в международных организациях, и в вопросах финансового сотрудничества. Сейчас есть достаточно серьезные вызовы, на которые мы должны готовить скоординированные ответы. И в вопросах сотрудничества в области безопасности. И вместе с тем я хочу отдельно поблагодарить вас за совершенно четкую позицию Беларуси по поводу суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны. Для нас ваша жесткая позиция, которую вы высказывали постоянно, включая позицию по поводу непризнания фальшивых выборов 2 ноября на территории Донецкой и Луганской, мы это чрезвычайно оценим. Я вам за это благодарю. Ну, действительно, знаете, скажу вам искренне, я не очень, наверное, адекватно реагирую на ту ситуацию, которая в Украине происходит. В каком плане? Ну, в средствах массовой информации, война, война там и прочее. Но у нас товарооборот в Беларуси и Украине не упал. Даже вырос на него. Да, даже вырос. Более того, Украина сегодня заинтересована в покупке наших товаров по широкому спектру. Ну, что самое важное? У нас вообще нет ни цента задолженности со стороны Украины. Полностью, 100% оплачены наши контракты с вами. У нас ни с одной страной такого нет. Поэтому, если нужно будет, я вам еще тогда сказал, Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то, скажи. Мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что президент Украины не просил, вот публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь. Для нас это не игра. Не только потому, что товарооборот, а потому, что мы соседи, мы рядом живем, мы родные люди, и мне говорят, вот Лукашенко там что-то боится. Я не боюсь. Я не хочу вообще, не то, чтобы в Беларуси это было, а чтобы в Украине это было.